здравствуйте дорогие любители фото и видео шняжек сегодня у нас две света формирующие насадки от компании фотикс spartan beauty dish с индексом 50 и 70 в этом обзоре мы внимательно рассмотрим модификаторы а также узнаем что за зверь такой портретная тарелка проведем тестовую съемку и наконец приоткроем тайной цветовой схеме butterfly или бабочка beauty dish дословно переводится как тарелка красоты но у нас принято называть такую насадку портретной тарелкой есть еще одно название но его можно встретить гораздо реже софт рефлектор портретная тарелка отличается от обычного рефлектора большим диаметром и наличием дополнительные детали которая называется дефлектор это такой серебристый вогнутый диск который крепится в центре насадки и его задача распределять свет по всей площади тарелки предотвращая получение яркого пятна в центре в нашем обзоре тарелки размером 50 и 70 сантиметров забегая вперед большой разницы по характеру света между ними я не заметил меньшая модель подойдет для динамичной съемки с использованием внешней вспышки а тарелка диаметром 70 сантиметров это оптимальный студийный вариант поставляются модификаторы в небольших картонных коробках в последнее время популярно завивали именно складные насадки в отличие от цельнометаллических их намного проще перевозить и хранить давайте рассмотрим что в коробке вот такой вот чехол непосредственно сама тарелка с 8 спицами соты два диффузора внутренние и внешние и металлический дефлектор если внимательно посмотреть и открыть верхний кармашек чехла то мы обнаружим две таких стойки двумя винтами с накаткой для крепления дефлектора дефлектор тарелка одноклассбурно три тарелка тарелка дефлектор тарелка перед тем как перейти к тестовой съемки краткий ликбез про технику съемки с портретной тарелкой 80 процентов всех кадров портретной тарелкой делают с использованием цветовой схемы butterfly или по-русски бабочка иногда ее также называют голливудской основная фишка это абсолютно фронтальное положение портретной тарелки по отношению к модели высота расположения тарелки максимально высоко но чтобы не появилась тени от носа которая пересекает верхнюю губу кстати такая тень на жаргоне фотографов называется сопля вот такое вот необычное название а история возникновения названия butterfly или бабочка также весьма забавно одно крыло бабочки эта линия подбородка модели а второе крыло бабочки это характерная тень от подбородка термин был придуман в 30-е годы прошлого века в голливуде у него автора была определенно богатая фантазия также отмечу что тарелку обычно применяют для крупных планов преимущественно анфас скорее всего вам понадобится стойка журавль или потолочная система крепления обычная стойка при фронтальном положении будет влезать в кадр и ограничить варианты расстояния до модели также я не рекомендую использовать цветовую схему бабочка для людей с широким лицом для этого подходят другие варианты и другие насадки второй вариант применения общие планы с достаточно выраженным контрастом в тенях портретная тарелка устанавливается на расстоянии 5-7 метров на значительной высоте около трех метров и наконец давайте посмотрим результаты тестовой съемки обца отец Продолжение следует... Продолжение следует... Доводилось мне собирать другие тарелки, и там без крепкого словца было просто не обойтись. Отмечу удобный механизм крепления дефлектора. Видел я в своей жизни резинки и пришитый плоский диск из отражающей ткани на внутреннюю часть диффузора. Все это, на мой взгляд, не то. Универсальность. Две, а точнее три насадки в одну. Портретная тарелка, софтбокс, точнее октобокс, и софтбокс с сотами. Возможно, кому-то покажется неправильным исключение из комплекта спидринга. Но, во-первых, байонетов существует великое множество, и с точки зрения логистики проще неуниверсальную деталь вынести в отдельную торговую позицию. А во-вторых, компания Apple и ее айфоны без зарядок задали тренд, и назад пути уже нет. Отмечу высочайшее качество материалов, но я не люблю выражение «премиальный продукт». Тут же это применимо на 100%. Как я уже упоминал, 50 см в размер для динамичной съемки, 70 см будет оптимален для студии. И, наконец, самый главный вопрос. Могу ли я рекомендовать к покупке эти насадки? Все просто. Ответ утвердительный. В очередной раз компании Фотикс удалось создать продукт, который, на мой взгляд, является золотой серединой между качеством и ценой. И, в принципе, на этом все. Да пребудет с вами светосила. Пока-пока.